Мне тоже хочется сказать вам, что все будет добре. И, возможно, так оно и есть. Единственное уточнение, что все будет добре для тех, кто переживет эту войну. А это задача национального значения и национального уровня. Значит, на фронте все очень-очень сложно. На наши города продолжают падать и ракеты, и авиабомбы. На Западе происходит давление друг на друга. Ну, по крайней мере, об этом сказал Энтони Блинкин, известный сторонник поддержки Украины на пресс-конференции с Кемероном. Это глава МИД Великобритании. Давят они друг на друга, это хорошо. В части военной помощи Украине. Хотя, нет, нашел хорошую новость. С утра мы утопили российские К-27. Уже пошли некрологи и высказывания а-ля, что российские военные летчики не погибают. Они просто улетают и не возвращаются. В принципе, такая формулировка нас устроит всех, чтобы они улетели и не возвращались. Что еще? Господин Мистер Очевидность Лойт Остин объявил в Сенатском комитете, что Путин надеется, что Запад оставит Украину без поддержки. Это уже на уровне Мистер Очевидность. Еще появился опрос, что Байден увеличивает отрыв от Трампа. И, честно говоря, в этом забеге американских политиков пожелаем им успеха обоим. Почему? Потому что нас интересует не результат выборов в Штатах, а военная поддержка. И, судя по всему, есть два тут сценария. Как некоторые эксперты американские заявляют, что в течение апреля железно все будет решено и пойдет оружие и боеприпасы, самолеты, бомбы и дальнобойные ракеты. Это первый вариант. А второй, что эта песня двух старых дедушек затянется до конца избирательной кампании. А это вообще-то еще 7 месяцев. Так, на секундочку. Еще хорошая новость. В связи с тем, что все и республиканцы, и демократы понимают, что помощь Украине это их национальный интерес, рано или поздно это все решится. И вот все эти расклады на американской политической арене в Европе заставляют Путина торопиться. Поэтому они бросают и будут бросать бомбы с большой активностью. И вот это вот зверство российских военных, а они выполняют в данном случае приказы Владимира Путина, ввергли в шок даже коллаборантов. И я хочу с вами поговорить об интересной дискуссии, которая случилась в программе 60 минут ненависти Украины. Почему? Потому что там реально стопроцентная калька между современной Россией и нацистской Германией. Вот прямое сравнение. Хотя, забегая вперед, я хочу сказать, что нет. Путин, он все-таки переплюнул Гитлера. Было сложно, но он справился. Давайте разбираться, подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем вещи своими именами. Очень важно сейчас, раньше это было рано, а сейчас как раз вовремя, уже начинать обращаться к населению Украины. Эти 10 лет население зомбировали. Причем, смотрите, если бы тогда, 10 лет тому назад провели референдум не только в Крыму, я уверен, что даже во Львове бы проголосовали за Россию, потому что телевизор всегда проигрывает холодильнику. Эти п***цы, а царев в данном случае, это эталонные п***цы, это пример того, как все просрать и ничего не осознать. Я вот знаю тут многих донецких парней, не донечан, а именно донецких, которые почему-то думали, что если придет рашка в их регион, в том числе в Донецк, то они останутся на своих местах и просто поменяют флаги. А выяснилось, их выкинули всех, как использованные презервативы, и вся эта донецкая элита разбросана по всему миру, и большинство из них, как это ни странно, живут не в России. Почему? Ну потому что там п***ь места не нашлось. И вот эти вот фразы, что телевизор проигрывает холодильнику или что-то другое. Значит, уровень безумия в чем? Что там, на болотах, они думают, что они лучше живут, чем мы. Ну, сугубо в финансовом разрезе. Орск это показал, и не только Орск. Там заявлений на тему «Моя зарплата 12 тысяч рублей в месяц» очень-очень много. И если уже говорить о телевизоре и холодильнике, то в «Рашке» нет никакой борьбы. Потому что если человек привык жить в говне, то холодильник его не интересует. В крайнем случае он запишется на СВО. Большинство населения мыслят самыми простыми категориями. Самое страшное, что мы из этого исходили, начиная спецоперацию, надеялись, что мы зайдем, а они там с цветами. Простите, мы зашли, а они не с цветами. А вы нам теперь опять... Этот разговор меня поражает, ну, своей откровенностью. Мы зашли. То есть мы атаковали. Мы попробовали захватить соседнюю страну, и в нас начали стрелять. Оля тут чуть не поперхнулась. А все почему? Да потому что... Потому что теперь у них новый концепт. Заметьте, если раньше они говорили «защищать людей», то теперь освобождать территорию. Теперь новая, как это в этом новоязи формулировка, это «защищать интересы России». Про Львов и про то, что нас кто-то ждет в городе Львов. Вы показываете только, как ракеты летят в сторону России, Украины и бьют по энергоресурсам. Надо обращаться к населению. И очень многие вас слушают, Оля. Надо обращаться. Я никоим образом с этим тезисом не спорю. Я лишь рассуждаю на тему того, что надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов. Что мы зайдем у нас, встретясь с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так ударило нас по лбу, что второй раз уже не хотелось бы. Скобеева в данном случае высказывают мысли Владимира Путина. И в данном случае она просто на работе. Она банальный, ну, этот, как его, гаупт-информ-фюрер. То есть достаточно высокая должность в Рейхе, но у нее нет права высказывать свои мысли. Она высказывает мысли царя. И вот эта вот идея насчет граблей. Оля говорит, что мы не должны наступить на грабли, на которые наступил Гитлер. Правильно делали и неправильно работали. Как надо правильно делать и работать? Послушайте, война мало чем отличается от избирательной кампании. За моими плечами десяток выигранных избирательных кампаний. Надо обращаться к населению. Надо обращаться к солдатам. Надо менять точку зрения. Потому что вам может быть удивительно, но холодильник всегда побеждает телевизор. А русел этот коллаборант, товарищ Царев, опять это словосочетание холодильник или телевизор. Когда началось вторжение России, действительно 10 лет назад, этот термин про борьбу телевизора и холодильника придумали в Рашке местные политологи-либералы и либерасты, которые в своей массе все оттуда уже свалили. Те люди, которые для того, чтобы подчеркнуть свою значимость на то время, они рассказывали о башнях Кремля, о том, что вот тут есть либералы, есть силовики. На самом-то деле Рейх уже тогда был сформирован. Люди должны понимать о том, что присоединившись к Российской Федерации, будет выгоднее жить, спокойнее, сытнее, обеспеченнее. И это надо говорить. 10 лет им говорили совершенно другое. Если мы будем это говорить, сопротивления на фронте будет гораздо меньше. Прекрасная дискуссия человеком-банкротом. Забавно, что Царева по какой-то непонятной причине там в этих студиях представляют исключительно как экс-депутата Верховной Рады. Почему-то стесняются называть его спикером парламента Новороссии. Где это Новороссия? Где этот спикер? Где этот... Но если сказать прямо, Искобеева, кстати, это подтверждает, им нечего нам предложить, как вот такой ценностный концепт. Почему? Да потому что русский мир – это исключительно смерть. Только одна опция. Искобеева с большим удовольствием смакует эту тему. Какая она кровожадная. Говорит, что ее граблями ударило. Это были не наши грабли. От граблей Кирилла Буданова остается дырка в голове сквозная. Мы должны транслировать туда о том, что на Украину не только негативные новости, но и положительные. О том, что это наши соотечественники. О том, что мы идем их освобождать, как говорит наш президент. А не... Полное ощущение, что мы откатываемся к началу спецоперации и начинаем с теми же тезисами обращаться к жителям Украины. Но там нет друзей у России. И какой вывод делает Ольга Скобеева? Очень интересный. А почему тут у вас должны быть друзья? Ваши все друзья в Орске, потому что там живут арчане. Кстати, я сторонник подхода, что арчане, ну в смысле ***, живут не только в Орске. Они равномерно распределены по всей России. И что важно? Вот как определить, человек *** или нет? Есть критерий. Если он под влиянием российского фашистского телевидения, то он на первый взгляд обладает всеми признаками человека. Две руки, две ноги, одна голова. Это до СВО, да, потом могут быть нюансы. Но если посмотреть в суть, то нет. Различия колоссальные. Там закончились друзья для России. И не надо питать иллюзии. Мы освобождаем население, которое дружеским образом относится к российской федерации. Так значит оно там есть? Отодвигаем НАТО от российской границы. Оно значит есть или нет, Оля? НАТО от российской границы. Вы только что сами себе противоречили. Очень бы хотелось, чтобы эта дружная компания, этот дуэт в какой-то прекрасный день выпил яду на брудершафт. Значит, освобождают, освобождают. Путь уничтожения. Еще раз, вот эта фраза «Мы освобождаем дружественное население», смотри, оккупированные и разрушенные города. История, даже не история, а от того жвачка «Мы НАТО отодвигаем от наших границ» – это чистый маразм. Украина не член НАТО. И когда она станет членом НАТО, никто не знает. Эту историю мы пишем и здесь, и сейчас. А НАТО нравится, не нравится. Оно расширяется. Большой вам финско-шведский привет. Я хожу на вашу передачу только по одной причине. Потому что у вас корректная и нормальная подача. Я все время смотрю украинские новости. Некоторые наши передачи там крутят по новостям и просто показывают без комментариев. Вы ждете Россию, вот смотрите, как к вам Россия относится. Это правда. Российский телевизор ничего не скрывает. Они наслаждаются, как запускают калибры, бомбы и так далее. Таким образом, ***, ну в смысле жителям России, объясняют, что мы можем убивать других людей. И поэтому, да, вы живете все в говне, но вы великая страна. Концепт этот увязывается вот в это действие. Так никогда не делали. Во всех войнах обращались к населению. Так не делается. Мы не только солдатами и оружиями должны двигаться в сторону Украины. Мы должны завоевывать сердца и умы. Для этого совершенно другая повестка должна быть. Совершенно другие тезисы. И с этим надо работать. Потому что президент говорит одно, на телевидении говорят совершенно другое. То есть они нам ***, мы вас любим. Вы говорили, она глупая? А я вам всегда говорил, что Скобеева умная. Она прекрасно знает, кем она является. Она ***. Ну или ар***. Причем не важно, что у нее нет прописки в утопленном Орске. А вообще, после этой дискуссии, Царева надолго отлучат от российского телевидения. Потому что он сделал то, что очевидно. Сколько все произошло за эти два с хвостиком года. Я помню, когда 24 февраля я проснулся в своей киевской квартире. И стало понятно, что началась большая война. Я написал себе в фейсбуке. Путин равно Гитлер. Время показало, что я не совсем прав. Он, в смысле Путин и *** переплюнули Адольфа. А вы думаете, можно победить только огнем? Я думаю, что надо освобождать города, а потом показывать, как выглядят освобожденные города. Вот посмотрите на Мариуполь, а потом посмотрите на ту украинскую дыру, в которой вы оказались. Это гораздо более эффективный метод, чем кому-то там сейчас, по прошествии 10 лет войны, рассказывать про любовь людям, которые нас ненавидят. Алексей Арестович частенько ругает нас за это чувство. На самом-то деле не надо себя сдерживать. У нас есть более чем основания для того, чтобы ненавидеть российских захватчиков. Вот эти вот истории, что они там как-то построили, отреставрировали Мариуполь, это все в пользу бедных. Вопрос в том, что там не осталось людей. Мариуполь действительно где-то там покрасили, построили два дома, а сколько уничтожили людей, эта история умалчивает. Сколько людей они, как это, укатали в землю, сколько останков людей они укатали вместе с разрушенными домами, наверное, мы не узнаем никогда. А есть еще наша Маренко. Сколько появилось городов-призраков в Донецкой области, ну и, к сожалению, не только в Донецкой. Хотелось бы, чтобы и Орск не отставал. В столице. Знаете, сколько немецкая Германия напечатала в листовок, которых сбросили на Советский Союз? Пять миллиардов штук. Пять миллиардов штук, сжигая дома, сжигая людей, расстреливая все, что угодно делая, они сбрасывали листовки и говорили о том, как будет хорошо, когда придет Германия. Это всегда так было. Мы точно так же работали на территорию Германии, как и они работали на нас. Я не поняла это сравнение. Все-то Оля поняла. Но она пока рассчитывает, что война закончится для современного Гитлера, то есть Путина, в позитивном ключе. И надеются, да, они на этот бардак в Штатах, на какую-то неопределенность, я не знаю, там, эти постоянные дискуссии на Западе, где самолеты, где ракеты, какие ракеты, вот туда не бейте. Не надо бить по российским НПЗ, потому что это влияет на мировые рынки и всякое такое. А мне кажется, надо бить по НПЗ. И не только по НПЗ. Странная война, конечно. Люди, которые говорят нам тут о демократии, о ценностях, почему-то местами они работают, а местами нет. Но я, если честно, и по Штатам, и вообще по ситуации, как был, так и остаюсь оптимистом. Вопрос цены, кровавая и страшная для нас, это очевидно. Но почему я остаюсь оптимистом? Потому что они же видят этого нацистского спрута. Понимают, что они не остановятся там, где их остановят. Ну а по поводу Штатов, кстати, вот мы так привыкли, что там Вторая мировая война, все эти конференции, Ялтинская и не только. Вопрос в чем? Что Штаты тоже не спешили вступать в войну, а потом вступили. Здесь будет что-то подобное. Сейчас подобную неопределенность, торможение мы видим в вопросе военной помощи. Но она будет. Будет. Никуда они не денутся. Не потому, что они нас любят или не любят. Их это интерес в том числе. Ну а мы должны работать, чтобы это было быстрее. Потому что кабы ждать не будут. Они будут падать и убивать. Германия пыталась нас убедить в том, что Германия нам друзья. Мы себя с Германией не ассоциируем. И ассоциировать не планируем. У нас и цели, и задачи другие. Естественно. А чем это отличается? Сама Ольга говорит прямо, что наша задача уничтожать и уничтожать. И последние заявления, если так вот суммировать, что говорят там в эфире, они прямым текстом требуют уничтожать украинцев. Внимание, по национальному признаку. А какой национальный признак? Сам факт нахождения на этой территории. Уничтожать всех. Ну и мы, это идет, слушайте, гражданская война, сейчас идет классическая гражданская война. Гражданская война классическая, это не когда одни победят других. Это не конец гражданской войны. Гражданская война, когда уйдет ненависть, вот тогда победа. И мы к этому должны идти. Мы должны понимать о том, что это все больно, о том, что это все непросто, о том, что мы убиваем наших братьев, которые 20 лет, 10 лет тому назад были еще нашими братьями. А ведь действительно глобально в общественном сознании здесь в Украине, да и там в принципе что-то подобное было. Я помню отдаленно вот эти вот эмоции. Помню с каким-то как-то воодушевлением была хулярт авиарейсов между Киевом и Москвой. Был бизнес, были контакты, там все было. Разное было. Но потом в 14-м году их фюрер, в смысле Владимир Путин, сказал, что Крым наш. Говорит, я сделаю то, что сделал Адольф. Он это делал с Австрией и начали с Крымом. И дальше понеслось. Ну а эти истории про гражданскую войну, это таким образом они говорят, что мы не напали на другое государство. Это в пользу бедных, это вообще не имеет никакого смысла. Там Шманничелла как-то сказал об этом, что в некотором роде у нас тут гражданская война. Ну просто границы попутал и все началось. Но хирург не должен испытывать ненависть к ноге, которую он отрезает во время гангрены. Он не должен с каким-то выражением радости кромсать эту ногу. Но и чувство любви хирург не должен испытывать. Он должен любить пациента и отрезать ногу с болью в душе. Что-то мне подсказывает, что во время трибунала именно этот диалог будет использован в качестве доказательства вины. Амнистия здесь не предусмотрена. И этим людям повезет, если они доживут до суда. Боюсь, что суд Кирилла, он будет негуманным. Обращаясь с солдатами на фронт, я вижу меньше ненависти, чем иногда читаю в телеграм-канале. Когда требуют не брать пленных, расстреливать и так далее, и так далее. Любовь побеждает. У нас христианская страна, с нами Бог. Мы русские побеждаем, потому что с нами Бог. Вот эту вот фразу, с нами Бог, последнее время использует Владимир Соловьев. Так вот, с ними не Бог. Это первое. И вообще человек, который сформулировал вот эту вот мысль для Владимира Соловьева, он сейчас живет в Украине и активно организовывает массовые концерты Кобзона. Я его знаю лично. Его зовут Павел. Это мой друг. Он прекрасен. Это первое. Второе. И самое важное. Мы побеждаем? Чего? Эту песню про скорую победу они уже поют последних полгода. И будут петь долго. Но фронт, он, да, они где-то продавят. Вполне возможно, что часику будет очень сложно. Глобально? Глобально нет. Нет. Мы найдем силы и ресурсы с помощью себя, с помощью западных партнеров. Ну, война это всегда. И война и дипломатия. Да? Но побеждаем мы не только из-за того, что Бог с нами. Побеждаем мы из-за героизма наших солдат и благодаря нашему оружию. А обращаться к тем, кто добивается стратегического поражения России со словами любви. Ну, просто зачем? Просто чтобы что? Чтобы как? В надежде на какое развитие ситуации? Еще раз. Освобожденный Мариуполь живет так, как не живет на Украине никто. Это лучшее и иллюстрация, и визуальное проявление нашей любви. Да, в оккупированных городах всегда одинаковая картина. Тишина, как на кладбище. Вот эта мысль, что там так хорошо в этом Мариуполе после разрушения, она постоянно у них там будет качаться. И некоторых товарищей они даже время от времени будут показывать оттуда. Проблема в том, что людей не осталось. Их нет. Мариупольцев убили. И разрушенки, так они называют квартиры, покупают российские граждане. Понаехавшие. Как они думают, навсегда. Посмотрим, как оно будет. Этот этап прошли. Ольга. Ну, мое ощущение. То, что Мариуполь строится, то, что строится железная дорога, то, что строятся дороги, это супер. И это было здорово. И когда я на протяжении 8 лет в Донецке говорил о том, что мы должны сделать из наших регионов в витрину, если бы мы ее сделали, возможно, ситуация бы развивалась по-другому. Это точно так. О чем он говорит? Что Донецк, вообще восточную часть нашей страны после оккупации, оккупации, они превратили в резервацию. Там был русский мир во всей красе. В Мариуполе до оккупации зарплата была примерно как в Киеве. А зарплаты у нас высокие. Давайте-ка просто еще раз зафиксируем. Нам тут постоянно рассказывают, что тут так плохо, а тут так бедно. А оказывается, до войны мы жили просто прекрасно. И в финансовом плане. И не только в финансовом плане. А куда приходят они, везде получается Орск. Почему? Потому что приезжают... Лучший пример – это когда дело. Но слова тоже нужны. И чувства, и эмоции. Ольга, вы как женщина должны это знать. Я про эмоции что-то знаю. Но еще раз, просто даже не хотела бы переводить в шутливую плоскость наш разговор про войну. Ситуация так далеко зашла. Нам так тяжело всей нашей стране. Так много жертв, так много страданий, что нет совсем никакого желания говорить про любовь. Хочется делать дело, собраться, напрячься и победить. А про любовь, если будет к кому обращаться потом, мы, наверное, скажем. Но главное нам самим сейчас победить. Мы сейчас уже за русский народ воюем. При всем уважении к украинцам. Вот. И Ольга говорит, что она не женщина, и победы еще нет. Значит, разбираться, кто она, не имеет смысла. Еще раз. Если хотите как-то описать Скобееву, то нет. Это не слово женщина. Это гауптинформфюрер. Она думает пойти на повышение и стать штурм-информбанфюрером. Может, так оно и у нее получится. Но, с другой стороны, в конечном итоге что? Мариупольский трибунал. Я исхожу из этого. Сейчас, кажется, масса вещей, такие недостижимые. И пока складывается такой расклад, что удержать то, что у нас осталось, а это 80% территории Украины, это уже будет успех. Но будем ставить программу максимум. Верим в нашу армию. Видим и слышим, что они говорят. Они прямым текстом призывают уничтожать здесь всех. И вывод из этой ситуации простой. Бориться побор это. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Слава ЗСУ. До побачення. А Украина была ей Буде. До побачення. Продолжение следует.